Владимир Соловьев, известный каждому российскому зрителю и якобы любимый ведущий Путина, в 90-х пытался нанять киллера для заказного убийства. Он хотел устранить известного криминального авторитета Атари Квантришвили. Об этом журналисту-инсайдера Сергею Каневу рассказал бывший сотрудник ФСБ. Подробности смотрите в нашем сюжете. В 90-е в России жил, с 93-го я в России. И у меня были заводы, и я занимался производством, и с бандитами воевал, а не задницу грел на государственных должностях. Поэтому я тебе так сказал, что ты хоть раз на одной стрелке был, мне не надо рассказывать сказки про то, какие были в 90-е. В декабре пропагандист Владимир Соловьев признался, что лично участвовал в бандитских разборках в 90-е годы. Похоже, это тот случай, когда он сказал правду. Бывший сотрудник ФСБ рассказал инсайдер, что в начале 90-х, тогда еще никому неизвестный Соловьев, пытался заказать ему убийство легендарного криминального авторитета Атари Квантришвили. Кто такой был Атарик в то время? Это негласный хозяин Москвы. Ему несли дань сотни коммерческих фирм. Он заходил в мэрию и ногой открывал двери. Да что там мэрия, в правительство. И его убийство сразу попало в категорию резонансных. У следствия поначалу не было никаких версий, потому что, несмотря на свою криминальную величину, у Атарика было очень много врагов. Расследование убийства Атари Квантришвили сразу попало в категорию висяков, поскольку у следствия не было конкретных подозреваемых и мотивов преступления. И только спустя 12 лет был арестован штатный киллер Медведковской ОПГ Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша Солдат. На допросах он сообщил, что посредником был экс-офицер КГБ Григорий Гусетинский, а заказ на Атарика якобы пришел от криминального авторитета Сергея Тимофеева, больше известного как Сильвестр. Однако проверить его показания было невозможно, поскольку к тому времени Сильвестр и сам был убит. Меня всегда интересовало, кто же осмелился убить такую криминальную величину, как Атарика Квантришвили. И вот прошло много лет, 18 лет, и в процессе совсем другого расследования на меня вышел бывший сотрудник ФСБ Сергей Асташин. И он мне сказал, слушай, ты знаешь, что такое Соловьев? Я говорю, ну как, главный пропагандист, Кремля. А ты знаешь, что он мне заказывал убийство Атарика Квантришвили? Ну, я чуть со стула не упал. Все началось осенью 93-го года. У Соловьева у него был маленький свой бизнес. Он в Москву начал возить водку к Евреевичу, орешки там, вот эти кешь и все. Короче, до него этого в Москве не было. Он это все из Израиля, британский он. У него работал водитель, Райков Кирилл. Я хорошо знал Райкова Кирилла. Они прекрасно на Соловьева наезжают. Соловьев обращается к Райкову Кириллу тем, что нужен стрелок. Можно убрать крупного авторитета, люди которого на него наезжают. При этом Соловьев не просто это сам решил сделать. Райков Кирилл обращается ко мне. Первые они обратились, значит, типа офис Соловьева прослушивается. Необходимо обнаружить жучки. Я притащил прибор, обнаружил три жучка. Все это изъял. Соловьев мне за это заплатил деньги. Через три дня Соловьев обращается к Райкову и говорит, а не мог бы Сергей, то есть я, либо найти человека, либо исполнить этот заказ. Райков Кирилл говорит мне, я встречаюсь с Соловьевым, и у нас происходит эта беседа. Он, Соловьев, лично просил меня найти Соловьеву. Я тогда получил первое офицерское звание младшего лейтенанта. Мы были единственными тогда и первые, что в России, кому обучаюсь в академии, присвоили данное офицерское звание. Это был третий курс. Я его выслушал. Ну, тогда и все. Мы поговорили, я говорю, встретимся позже. Ну, я же тогда за родину тельняшку порвать мог. Я вернулся в академию и написал рапорт об этом на имя своего начальника курса, где все подробно было расписано. Где мы встречались, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, все. Отдаю начальнику курсу, дало квадратные глаза. У Соловьев же тогда был никому неизвестен, ничего он был. Меня вызвали в СБ академии. Даю мне команду встретиться еще раз. Я через два дня встречаюсь, уточняю детали. Ну, поначалу, по словам Асташина, Соловьев не хотел называть фамилию, потом все-таки сказал, что этот авторитет от Арик Вантришвили. Ну, я ему тогда сказал, типа, а что ты не хочешь в это? Ну, к кому-нибудь из бандюков обратиться, там же быстренько все сделают. За деньги-то. Он сказал, нет, это, типа, воровской авторитет. Он не хотел сначала, он потом назвал. И сначала он там, типа, 10 тысяч. Я говорю, ты охренел. Я говорю, ты представь, будут искать не только там менты и еще кто-то, будут искать воры. Я говорю, поэтому человек должен сделать и уехать. куда-то, чтобы его какое-то время не было. Я говорю, а, его такой еще 10. Я говорю, хорошо, давай, только все расходы на тебя. Машина левая с тебя, там, типа, ствол, вот такой-то, такой-то нужен. Я он тогда СВД назвал. Я говорю, либо коллаж с глушителем и с оптикой, и так же пристреленный. Я говорю, это все с тебя. Где ты это достанешь? Как ты это достанешь? Твои проблемы? Он, не-не-не, я с этим, типа, связываться не буду. Ну, короче, вот он говорит, ну, 20, все, больше, типа, нет. Это было на улице, это было недалеко от офиса, парк. Вот, на лавочке мы сидели. После наших двух бесед, когда вот я написал аэропорт, я не знаю, как там, что дальше пошло, но суть в том, что Соловьева куда-то дернули, и он после этого пропал из Москвы. Как мне говорил Райков Кирилл, он уехал в Израиль. Но Соловьева там месяца два не было. Атарик Вандришвили был убит 5 апреля на выходе из Краснопресенских бань. Он ездил туда париться каждую неделю, и вот когда он выходил, прозвучали три выстрела, и все три выстрела попали в цель. Оперативники обнаружили место, откуда киллер произвел выстрел. Это был чердак напротив стоящего дома. На месте они обнаружили несколько гильз и несколько окурков. Как потом выяснилось, киллер собирал эти окурки на разных остановках, подбросил на место, чтобы сбить оперативника с толку. Не его деньги, а деньги, выделенные на это. Я вот это очень хорошо помню. Сергей Асташин уверен, что Соловьева просто так не оставили. И после всех этих историй ФСБ взяла его на крючок. Возможно, завербовала. И он стал негласным осведомителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова